Привет, Валера! Привет, Наташа! Привет! Я к вам в гости заглянул на чай. Добро пожаловать! Хочу с вами поговорить про театр Орхидея. Я не согласна ответить на все вопросы. Замечательно. Тогда вот расскажите, а как вы стали актерами театра Орхидеи? Тогда, наверное, я начну, да? Хорошо, Валера. Для того, как стать актером, я, конечно же, посетил несколько выступлений. И не буду скрывать, то есть, или не буду называть каких-то театров, но впечатления они у меня не произвели. Восстановки были примитивны, сюжет был не очень-то понятен. А попала в театр Орхидея, можно сказать, в глуби случая. Меня познакомили с Апрелькой, которая уже выступала в театре. Мы с ней подружились. В процессе общения она предложила мне познакомиться с коллективом театра Орхидеи. Ну, встретили меня очень дружелюбно и, можно сказать, сразу же приняли свой коллектив. Замечательно. А теперь ты, Наташа, как ты попала в театр Орхидеи? Ну, для меня все случилось очень быстро. Правда, случайно. Когда мы познакомились с Валерой, он показал мне театр Орхидея, в котором он уже работал, естественно. Вот. К моему стыду я даже не подозревала о существовании этого театра. Но потом мой дорогой предложил мне попробовать себя тоже в качестве актрисы. Вот. Я с вами. Ну, вот видите. Теперь такой каверзный вопрос в контексте этого. Вы у нас пара. Играете в театре Орхидеи. А сложно играть? Или быть актером в паре? То, что мы с Наташей в паре вместе играем в театре, ну, не знаю как, но мое личное мнение, это очень положительная ситуация. Мы объясним, в чем дело. В процессе репетиции или тупей они будут всегда на связи. Как, впрочем, со всеми коллективами. Ну, и Наташа мне за благовременно что-то подсказывает тебя и тоже что-то напоминаю. Вот эта вот взаимосвязь очень улучшает подготовку к отцеплению. Поэтому я считаю, что это очень положительное мнение. Да, Валера все сказал правильно, что помогаем друг другу, подсказываем, какие недочеты в какие-то моменты появляются у нас. И, правда, естественно, у нас еще идет и ответственность друг за друга вдвойне. Весь уж в этом все как бы положительный момент только. Мне кажется, даже когда пара, допустим, кто-то в театре, кто-то не в театре, это уже какое-то недопонимание может возникнуть или еще что-то. У нас этого нет. Все понятно, все знают, кто где находится. Ну, находимся, естественно, вместе. Наташа, хотел тебя спросить, какой самый яркий момент из тех выступлений, в которых ты участвовала в театре? Для меня самым ярким моментом является создание мюзикла «Филомена», потому что это был мой самый первый спектакль, поэтому он для меня очень дорог, участие в нем очень дорого. Также очень интересно и захватывающе было немного поучаствовать в создании, в этом внутри побывать, потому что это очень трудоемкая и кропотливая работа. В дальнейшем, надеюсь, что у нас будут еще новые проекты, в которых мы также поучаствуем с удовольствием. Теперь ты, Валера, расскажи о самых ярких моментах из тех спектаклей, в которых ты участвовал. Но моя первая роль была эта «Медведь» в новогодней сказке. Там особо-то яркого ничего не было, поплясала, получила приуху, от нее и убежала. Постановка в целом очень интересная, но вот эта моя роль, она особо-то меня впечатлений не произвела. Но в дальнейшем наш актерский состав разделился на группы. Каждая группа готовила небольшую сцену. И вот сюжет нашей группы был построен по мотивам брендерских музыкантов. У меня была роль разбойника. И я сам лично нашел и соответствующий наряд, прическу подобрал, папироску в зубы вставил. В общем, мне понравился свой внешний вид. И в этой сценке у нас была очень колоритная атаманша. Мы исполняли красивый танец, это сопровождалось здоровой песней. Стихи были не со временем лад, но музыку не взяли в брендерских музыкантах. Но вот эту свою роль я сам не озвучил. Мне очень понравилась, конечно, эта роль, эта сценка. Это полностью с циллом. Ну и, конечно же, Филомена. Этот музыкал можно назвать шедевром и мастерством тех, кто создал все эти анимации, кто озвучил постановку, кто подобрал все эти наряды. Смотрите, когда идет спектакль, все зрители, они в камере направлены на сцену, там смотрят, что происходит. А приоткройте небольшую завесу, а что же в это время происходит в раздевалке? В гримерке продолжает кипеть работа. Кто готовится к новому выходу на сцену, переодевается, кто-то становится на свою позицию, если роль более насыщена, то приходится попотеть, конечно, побольше. А если более спокойно, то можно немножко одним глазком заглянуть на сцену тоже. Вообще, я очень восхищаюсь работой организаторов нашего театра и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за этот восхитительный проект на просторах второй жизни. В завершение еще хочу спросить у вас ваши ожидания о театрах и даре. Сбылись или не сбылись? Ну, признаюсь, что я не сразу вошел в коллектив, сразу появилось желание приходить в пропонерку, репетировать. Но сейчас я очень довольный душным коллективом, руководством театра, и с удовольствием исполняю все свои роли. Ну, и я думаю, я думаю, что пока еще в начале, скажем так, своей карьеры актерской. Но мне уже все нравится. Будем продолжать дальше. Тогда нужно двигаться вперед, расширять кругозор и пробовать какие-то освоить другие функциональные моменты в театре. Да, с удовольствием будем дальше продолжать работать. Приглашайте, зовите. Спасибо тогда за разговоры о театре. Тогда на сегодня все. Пока-пока. Пока.